Какое влияние на организм оказывает поджелудочная железа? От каких продуктов она работает лучше? Что категорически не переносит? Смотрите видео до конца, подскажем, что надо есть, чтобы поджелудочная железа оставалась здоровой. Поджелудочная железа сочетает в себе работу эндокринного и экзокринного органа. Небольшой орган, расположенный позади желудка, играет огромную роль в состоянии всего организма. Его деятельность зависит от разных условий, во многом определяется питанием. Какое влияние на организм оказывает поджелудочная железа? Структура поджелудочной железы состоит из двух видов железистых клеток. Примерно 95% это экзокринная ткань, продуцирующая пищеварительные ферменты, а 5% выполняют эндокринную функцию, синтезирует гормоны, регулирующие концентрацию глюкозы в крови. Функции поджелудочной железы. Выработка ферментов, определяющих пищеварение, расщепление и усвоение жиров, белков и углеводов. Образование инсулина и глюкогона, регулирующих концентрацию и усвоение глюкозы. Синтез грелина, регулирующего аппетит. В поджелудочной железе происходит образование полипептида, который регулирует образование пищеварительных ферментов и работу печеночных клеток. Перед тем, как продолжить видео, приглашаем подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых сюжетов. От каких продуктов поджелудочная железа работает лучше? Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты. Интенсивность их образования зависит от качества и состава пищи, поступающей в желудочно-кишечный тракт. Положительно влияют на работу железы брокколи, уменьшает воспалительный процесс, осуществляет защиту секреторных клеток, способствует антиоксидантной активности. Брокколи полезны для печени, желудка и поджелудочной железы. Натуральные йогурты помогают пищеварению. Они влияют на защитные свойства слизистой оболочки органов пищеварения и делают оптимальным синтез энзимов. Тыква приводит к активации деления клеток, синтезирующих инсулин, клеток лангерганца, что помогает регулировать концентрацию сахара в крови. Влияет овощ на всю ткань железы, защищая ее от токсических воздействий. Батат, сладкий картофель, способствует восстановлению клеток и создает условия для резидентной микрофлоры в кишечнике, что помогает поддерживать здоровье поджелудочной железы. Черника приводит к нормализации выделения желчи, что положительно влияет на образование сока поджелудочной железы. Кроме того, ягода регулирует образование глюкогона, повышает чувствительность клеток к инсулину, что помогает работать железе в оптимальном режиме. Красный виноград избавляет железу от токсического влияния продуктов, поступающих с пищей и образовавшихся в результате метаболизма. Напишите в комментариях, как вы помогаете работе своей поджелудочной железы. Что не переносит поджелудочная железа? Особенно вредными для поджелудочной железы являются такие продукты, которые заставляют ее работать с повышенной активностью. Это приводит к избыточному синтезу ферментов, которые переваривают ткань самого органа. К ним относятся. Все виды животных жиров. Чтобы поджелудочная железа не страдала, количество животного жира в сутки не должно превышать 65 грамм. Этиловый спирт непосредственно действует на сами клетки, приводя их к воспалению и некрозу. Крепкий чай и крепкий кофе, специи, приводят к увеличению активности железистой ткани, которая на самом деле не требуется. Наваристые бульоны также приводят к усилению выработки ферментов, которые действуют раздражающе на саму железу. Сладкое вызывает дисфункцию в работе желчевыводящих путей и как следствие нарушает отток секрета из протоков поджелудочной железы. Курение ухудшает кровоснабжение органа, приводит к спазму протоков, нарушает отток, что ведет к развитию воспаления. Оказывать влияние на поджелудочную железу, повышать ее возможности в поддержании здоровья несложно. Просто надо исключить из рациона то, что вызывает раздражение, и добавить продукты, положительно влияющие на ее функцию. Редактор субтитров А.Семкин